Беги ради тех, кто не может. В Киеве прошел благотворительный забег Wings for Life. Участники стартуют одновременно по всему миру, независимо от времени суток, сезона и погодных условиях. О главной цели участников забега расскажет Владимир Гросул. До старта 20 минут. Более 500 участников разминаются перед забегом. Андрей с Юрием в соревновании участвуют впервые. Фишка забега Wings for Life – в нем нет реального финиша. Когда виртуальный автомобиль Кетчер настигает участника, его гонка заканчивается. За положением Кетчера бегуны следят с помощью специального приложения. Должно быть интереснее. Это адреналин. То есть ты убегаешь, когда погоня. Должно быть нестандартно. Участники забега жертвуют разные суммы в общий фонд. Эти средства направят на исследование лечения травм спинного мозга. У Сергея именно такая проблема. Несчастный случай на мотоцикле приковал мужчину к коляске почти 40 лет назад. Тем не менее, это не мешает ему участвовать в забеге. Он планирует одолеть 17 километров. 110 километров. Полмарафона. Марафон. Для меня большой разницы нет. Сегодня планирую проехать вдоль парка и обратно. Это около 17 километров. Впервые провести забег в Киеве планировали в 2014-м. Однако из-за оккупации Крыма и Донбасса этого сделать не удалось. В этом году украинские города присоединились к более чем 145-тысячной армии участников по всему миру. Сегодня Украина собирает свыше тысячи бегунов. У нас 16 городов. Это фантастика. Мы надеемся, что в следующем году благодаря такой инициативе настоящий забег с настоящей машиной-кетчером будет здесь в Украине. И вот долгожданный момент. Одновременно во всех уголках мира стартуют бегуны. Поехали! Стар! Погнали! С помощью специального приложения участники могут бежать по собственному маршруту. Андрея машина-кетчер догнала после 11 километров. Признается, убегать от виртуального преследователя оказалось непросто. Скорости все разные. Кто-то быстрее, медленнее. И машина со временем начинает наращивать скорость. Ну и, соответственно, где она вас догонит, там вы и останавливаетесь. Для большинства участников победа в Wings for Life не первостепенная задача. Главное присоединиться к мировой благотворительной акции и попытаться помочь снова встать на ноги миллионам людей с травмами спинного мозга. Владимир Гросул, Ярослав Матяш, UA-TV.